Привет, друзья! С вами Кирилл, компания Caravan Car. Сегодня мы будем обозревать авто, которое, несмотря на свой 2009 год выпуска, все еще популярно среди жителей как нашего города, так и наших регионов. Долго с Аспенса нагонять не буду, все равно название машины вы прочитаете в ролике, поэтому Honda Insight, кузов ZE2, второе поколение, первое поколение было тем еще ублюдком. А это самая ходовая машина на данный момент из семейства Insight. Да, есть третье поколение, которое пошло с 2018 года, но по-прежнему, вернее, пока еще, оно не настолько востребовано, как эти наши старые с вами любимые Insight. Итак, начнем, пожалуй, как всегда, с кузова и с внешнего вида. Главная прелесть, главная красота, как я считаю, это глазки этой машины. В принципе, считается, что у Honda довольно космический дизайн, и по современным Honda это, в принципе, видно. Взять те же шаттлы, которые не просто так шаттлами называются. Действительно, машина, которую можно смело отправить в космос, исследовать, борозить просторы и так далее. Я думаю, что на Insight, как машинка у нас, напоминаю, девятого года, уже имела какие-то зачатки, нечто такого космического, что-то такое чужое, оно. Если говорить про оптику, я считаю, что это оптимальный баланс между некой мимимишностью и некой агрессией. В принципе, машина-то не задумывалась на то, чтобы какой-то агрессивности в массы нести, но при этом по оптике, если встретить ее на встречке, можно, в принципе, сказать, что машины имеют зубки. Хочется особо отметить, что колеса пришли на нештатных 16-х дисках, по штату они идут 15-е, тут нештатные крутые 16-е диски. Не штамповка, прошу заметить. Но минусы есть, конечно, резина подуставшая, ну, так как скоро зима, все равно наши клиентки скоро придется покупать зимнюю резину. Зато диски покупать не придется, они уже есть. Что у нас, собственно говоря, по заднице? По первым впечатлениям, по первым ощущениям, задница кажется очень, простите, здоровой. Очень несуразные, на мой взгляд, треугольные стопари, но, опять же, дело вкуса, дело каждого. Помимо стопарей, в принципе, сказать нечего. Обычная, круглая, толстненькая, немного несуразная, жёбкая. В принципе, с учетом морды, я думаю, немного контрастно все это выглядит, но, опять-таки, дело вкуса. По внешке особо, в принципе, сказать больше нечего, кроме того, что машинку мы классную купили для нашей любимой клиентки, можете, кстати, в этом сами убедиться, ни сколов, ни царапин, ни вмятостей, ничего нет. Далее, я думаю, нам нужно заглянуть под капот и более подробно разобрать технические ее составляющие. Хонды Insight 2-го поколения шли с объемом 1,3 литра с лошадиными силами 88. Чуть позже появилась модификация с 1,5 литровым мотором. Но самая главная фишка, естественно, не в моторе. Так, как мы с вами говорим о гибрид, половина нашего рассказа, а если не вся его часть, должна составлять именно о гибриде. О гибридной установке. Когда люди мне говорят о том, что Insight это убийца Prius, главный их конкурент и так далее, на ум приходит только одна фраза. По факту, у Prius как устроен гибрид? Есть режимы езды, где вы можете двигаться только на электротяге. В Insight это невозможно. В Insight гибрид действует параллельно. Он выступает ассистентом к основному мотору. То есть, вы едете, а гибридная установка дает вам пинка под зад. Вообще, стоит сказать, что первые гибридные установки у Honda начала разрабатывать с конца 90-х годов. И, кстати, первая гибридная установка, первую гибридную машину, которую засунули, это был Insight первого поколения. Что касается основного мотора, здесь обычный четырехрядный цилиндрик. Чего, блядь? Что касается основного мотора, здесь рядный четырехцилиндровый мотор. В принципе, скажу по своей практике, как правило, мы привозили Insight 80 тысяч пробегов, 100 тысяч пробегов, 120, 170. К нам они приходят живые. И то есть, люди боятся больших пробегов, по факту, ну, это же машина из Японии. Это она не у нас по колдоебинам ездила. Когда машина приходит из Японии, независимо от того, какой у него пробег, ну, в пределах разумного, до 300, даже до 250, то будет нормальная машина. Гибридная установка у нас в Insight 2-го поколения имеет мощность 10 кВт на 78 крутящего момента. Для того времени неплохо, но конкуренция с современными машинами, конечно же, по этому параметру машина проигрывает. На этом, я думаю, с технической частью мы разобрались. Давайте посмотрим, что по салону. Потому что салон и у Хонт – это моя любовь. Они мне нравились всегда, независимо от того, в какой машине мы находимся. Так, ну и теперь самое вкусное. Давайте разбираться по салону, что тут у нас имеется из плюшек. Давайте начнем с самого главного, на что у меня всегда падает глаз. Это большое количество кармашков, куда можно стаканы из-под кофе попрятать, стаканы из-под пива. Нет, за рулем не пейте. Мало ли, вдруг вам кто-нибудь подкинет, а вам их нужно куда-то поставить. Вот, собственно, можно. Давайте более подробно. Во-первых, нам повезло с комплектацией. У нас есть подлокотник. Люди, которые ездили на машинах без подлокотника, понимают, какое счастье иметь машину с подлокотником. Собственно, вот она, очень удобная штучка. Открываем, смотрим. Кошелек, паспорт, может какие-то ручки. Сюда спрятать можно. Опять же, есть отделение под какие-то мелочи, типа мелочи. Два подстаканника спереди, возле селектора. За ним еще два кармашка, куда можно спрятать, не знаю, здесь так много кармашков, что у меня даже фантазия заканчивается. Допустим, сигареты, а туда электронную курилку. Оп, вот и все. В дверях у нас и с левой, и с правой стороны, вернее, и с правой, и с левой стороны тоже очень много места, куда можно поставить, например, энергетики. Если бы я их пил, я бы ставил сюда энергетики. Также есть секретный дополнительный кармашек, который по центру прямо под магнитолой. Немного волшебства. Хоба! И туда можно спрятать, да что ж такое, у меня никаких ассоциаций, кроме сигарет, нет. Туда опять можно спрятать пачку сигарет. Забы рассказать про бардачок. Смотрите. Опа! Тут у нас провода от магнитолы идут. В принципе, не сказать, что он супер какой-то крутой, объемный или что-то еще. ПТС-ку, какие-то документы, мелочевку, отвертки, изоленты. Хранить, в принципе, места хватит. Так, с кармашками на этом закончили. Давайте разберемся по остальным деталям интерьера. Также очень люблю, в Хондах особенно, вот эти вот прекрасные крутилки для нашего любимого конди. Мы записываем это в лютую жару. Сейчас они нам очень кстати будут, когда мы закончим съемки, включим кондиционер. Их у нас по салону аж 4 штуки. Что мне в них нравится? Открыли, закрыли. При этом можно крутить как хочешь. На ножки можно направить, на пузико, на личико, да куда угодно, куда только фантазии хватит. Можно хоть сразу все 4 попытаться на себя направить, если вы эгоист, либо если вы катаетесь один. Почему нет, когда да. Дальше, что у нас? Руль, рулевая оплетка, которая очень приятно на ощупь, очень хорошо трогается, гладится со всех сторон, со всех ракурсов. Кто ездит так, кто ездит так, кто ездит так. Я думаю, будет удобно каждому. Опять же, с комплектацией нам повезло. У нас полный мультируль, кроме круиз-контроля, но круиз-контроль появился попозже. То есть, на этой модели у нас не было шанса его заполучить. Переключение магнитолой, управление громкостью, разные моды на приборной панели, сбросы настроек, фишечки для телефона, если вы любите разговаривать в машине по блютузу. Первое, на что стоит обратить внимание, когда вы запускаете свой инсайт, так это его приборная панель. То есть, действительно, опять косматематика проявляется, как нельзя сказать, лучше. Вы только взгляните. Особенно видно хорошо, когда ночь, темно, а тут целая новогодняя елка с разными огонечками. Выглядит очень красиво, выглядит очень стилево, выглядит очень по-космически. Давайте разберемся с регуляцией климата по салону. Что у нас есть в наличии? У нас в наличии, как всегда, вот этот вот хондовский сосочек. Этих лет он у хонд встречается, по-моему, постоянно у фридов, у фитов, у фитшаттлов. Благодаря этому сосочку мы можем регулировать температуру по салону, что очень практично и очень удобно. Как видите, он не троит, он никак не перепрыгивает. Одно движение, один градус прибавили. Также мы можем регулировать температуру. Наверное, слышно, как она подула. Настраивает, куда это будет все дело дуть. Также есть обдувки задних, передних стекол. Собственно, все как у всех. Главное отличие в том, что это очень удобно. Держите одной рукой руль, а второй спокойно крутите сосочек, выбирайте, что вам нужно. Вот она у нас аварийка на все случаи жизни. Для любителей говорить спасибо на дорогах, коим я являюсь, естественно, вам советую. Вы более благодарны на дороге. Также у нас, как вы, наверное, заметили, нештатная магнитола. По просьбе клиентки мы дополнительно установили новую магнитолу. Приходила она на штатной магнитоле Mitsubishi, которая по тем годам устанавливалась и в Insight, и в Fit, и в Fit Shuttle. Ну, впрочем, как бы история похожа. Собственно, магнитола неплохая была для того времени, для 9-10-х годов, но сейчас она, естественно, устарела. Поэтому, по просьбе нашей любимой клиентки, мы поменяли магнитолу, Bluetooth, камера заднего вида, впрочем, все самое необходимое, все по-другой, все здесь цивильно, все здесь красиво. Также стоит уделить внимание козырькам. Давайте пару слов о них. Мое любимое. Вы водитель, вы в машине главный. У вас должно быть все. Правильно? Правильно. Собственно, козырек у нас есть, и зеркало у нас есть, чтобы вы посмотрели, какие вы красивые, и чтобы убедились в очередной раз, что все вам должны уступать на руку. Верно? Верно. Но, есть в этом прикол. Открываем пассажирский козырек, а зеркала-то нет. Как бы вещь незначительная, но для девочек, наверное, для девочек-пассажирок, наверное, вещь как раз-таки значительная. Кому-то может это быть очень неудобно, но для парней-водителей, наоборот, плюс. Если ваша девушка, она смотрится тик-токов, не будет вот этих манипуляций зерталом, чтобы проверить, с кем вы тут катались и так далее. Не спалитесь. Также светилки классика, никого этим не удивишь. Два фонаря, которые справно работают, как бы есть и хорошо. Посередине, та же самая история у машин в 90-х. Это не меняется, в принципе, то, что хорошо работает, зачем менять. Также по сиденьям у нас, естественно, кожи-рожи у нас нет. У нас приятная на ощупь тряпочка, приятная на ощупь руки, ну, и для вашей жопки тоже будет приятно, если вы любитель долгих поездок, дальних поездок. В принципе, ничего не затекает, ничего не прилипает, ничего не болит, можно с комфортом ездить. На этом, я думаю, мы по салону спереди с вами разобрались. Давайте переместимся назад и посмотрим, как там будут чувствовать себя ваши пассажиры. Значит, переходим к задним сиденьям. Сразу скажу, салон именно для задних сиденьев небогатый, особо тут делать, в принципе, нечего, но свои приколы имеются. Самое главное, это, естественно, подлокотник. Очень удобная штука, особенно, если вы едете с пивом. В принципе, я так могу про любую машину сказать. Дайте мне баночку пива, хороший подлокотник с подстаканниками, я готов ехать куда угодно. Но на этом плюсы не заканчиваются. Помимо подлокотники, есть регулируемые подголовники. Ну, тут постараться, конечно, надо. Опускать не буду, у меня уже силы кончились. Также у нас имеются кармашки на сиденьях. То есть, опять же, какое-то ваше хламье, а может и не хламье, планшеты, ноутбуки, прочие гаджеты, что-то такое можно сложить. И забыть об этом на несколько недель, потому что они довольно глубокие. И потеряться вещам там довольно просто. Еще из плюсов, неплохой вид. Действительно, опять возвращаемся к космодизайну, к космококому-то интерьеру. Вид немного панорамный, из-за немного сплющенности крыши. Поэтому ощущается не как в обычном седане, не как в обычном хэтчбеке, даже не как в обычном лифтбеке каком-нибудь другом. Вид интересный. Но на этом плюсы закончились, я как мог их придумал. Теперь к минусам. Минусы, если вы высокий человек, вам будет крайне неудобно сидеть сзади. Просто посмотрите. У меня рост 185 сантиметров. Как я себя ощущаю сзади? А вот так вот. Все. Я не знаю. Возможно, у Хонда это какая-то новая адаптивная система безопасности. Мол, вы вот так вот сядете, упретесь головой. И при столкновении с вами ничего не произойдет, потому что вы уперлись. Все, вы как дерево, выросли сюда. Но если серьезно и без шуток, вещь крайне неудобная. Возможно, если вы компактных размеров японец, то вам будет комфортно на заднем сидении. Но мне лично нет. Допустим, можно какое-то время посидеть вот так вот. Сразу хочу отметить, что максимум двум пассажирам будет более-менее комфортно. Сюда еще одного человека посадить и в самый раз. Но если попробовать заснуть кого-то третьего, уже придется ужиматься. Также нужно сказать по коленям. Ну, как бы в целом нормально. В целом терпимо, в целом неплохо. Но, если такой же длинноногий водитель будет у вас спереди, который отодвинет кресло чуть-чуть назад, то придется сидеть уже вот так вот. И вот это уже совсем неудобно. Собственно, вывод какой. Если вы купили инсайт, ездите лучше спереди. Давайте посмотрим, что нас ждет в багажнике. Какая у него вместительность, какой объем, сколько мертвых тел туда можно засунуть. Итак, по багажнику. Официально от производителя у нас заявлен объем 339 литров. О чем вам должны говорить эти цифры? Как минимум о том, что сюда поместится ящиков 10 тушенки, ящиков 20 роллтона. Бара мертвых тел. По факту, багажник довольно объемный, довольно внушительный. Я думаю, вы сами это прекрасно видите. Также его площадь можно увеличить за счет складывания задних сидений. Делается это все очень просто. Крючки сбоку от сидений. Все, вуаля. У вас, конечно, теперь не кроссовер, но места стало значительно больше. В холодильник вы не засунуйте, ну, в микроволновую печь, даже несколько вполне. В принципе, здесь можно даже спать. Довольно комфортно, особенно если вы маленький ипоинт или 10-летний ребенок. Но если соберетесь ночевать в онсайте, все-таки, я думаю, спереди было бы поспокойнее, покомфортнее и поуютнее. Ух ты! Далее, что у нас идет по оснащению. Тут, опять-таки, у нас очень много кармашков. За что я люблю инсайт. Можно спрятать все предметы на любой вкус. Начнем с крайних. Кармашек раз под какую-то мелочевку. Кармашек два под еще более мелочевую мелочевку. Кармашек три, где у нас спрятан домкрат. А что насчет запаски, спросите вы? Вот едете вы, например, куда-нибудь, бац, колесо прокололи. Нужно срочно его чинить или в надежде на то, что есть запаска, достать или поменять кольцо. Ну, нет ее. Нет, просто нет. Мы сейчас вам покажем. Вместо запаски на инсайтах идет гибридная установка. Вот там вот снизу. Давайте посмотрим на нее крупнее. Во-первых, кстати, хочется отметить, что вот есть такой вот удобный крючочек. Если вам что-то надо, оп, зацепили его. И все. Не надо напрягаться. Тут у нас баллонник, гаечки, отверточки. Все вот это вот. Первая необходимая помощь при каких-то казусах. Также хотелось бы отметить, что машина пришла вот с такой вот штукой. Я так понимаю, это большая сервисная книжка. Все на японском. Для любителей бурятских мультиков, думаю, сам АТО поизучать. Касательно нашей запаски. Вот наша запаска. Вернее, ее отсутствие. Вот наш гибридник на 10 кВт. Тот самый с 78 крутящим моментом. А запаски нет. Все. Надейтесь только на святой дух, если у вас в дороге что-то случится с колесом. И имейте при себе ремкомплект. По-другому никак. Как бы хороша эта машина не была, как бы она мне не нравилась, у нее, как и у любой другой, есть свои минусы. И по большому счету их два. Один, он касается задних сидений и крыши. И второй, пожалуй, главный минус, касается клиренса. Дорожного просвета. Официально заявлено производителем, что здесь 145 миллиметров. Ведь посмотрите, может сложиться впечатление, что жопа у нас немножечко повыше, а морда у нас немножечко пониже. Возможно, это так. И что можно сказать по этому поводу? Жопой куда-то еще заехать можно. Небольшие бордюрчики, какие-то уступчики, пригорки. Да, если парковаться задницей, возможно, все будет нормально. Но бампер передний и вообще морда, скажем так, каждый люк, каждая канава, каждое инородное тело на вашем пути обернется для вас интригой. Заденете вы дно, не заденете, коснетесь вы мордой, не коснетесь, поцарапаете бампер или нет, каждый раз вы будете молиться. Это бордюры и стопори на стоянках супермаркетов. Это охотники за вашим кузовом. Те вещи, которые могут нанести вашему инсайту ущерб. Но, друзья, хватит слов. В принципе, мы с вами разобрались и с салоном, и с внешним видом, и с багажником, и его наполнением. Давайте, собственно, проверим самое основное у машины. Как она себя ведет на дороге, как она ездится, как она рулится, какие дарит ощущения. Давайте проверим. КОНЕЦ Самое главное, самое приятное ощущение, я уверен, для многих автолюбителей, это когда вы садитесь в машину, заводите ее, начинаете ехать, ничего не стучит, не дребезжит, не гремит и прочих посторонних звуков нет. Вот как раз это именно та самая история. Машина идет тихо, плавно, ровно, никаких посторонних звуков нет. Гибрид работает нормально, ДВС работает нормально, все исправно, все в порядке. Собственно, уже от этого можно получить свою дозу кайфа. Касательно того, как она ведет себя на дороге, очень-очень уверена. Она довольно быстро разгоняется, эта Хонда. Спасибо Хондам, как я говорил, они все заточены на то, чтобы как минимум не быть медленными тормозными машинами. То есть, если надавить газ в пол, машина очень быстро таки поедет. О, камера. Что мы говорим камерам? Правильно, не сегодня, когда мы ездим без номеров. Нет никаких громыханий, ничего не колышется, пластик не колеблется, ведет себя уверенно. Как будто просит, давай еще, нажми меня. Также из-за особенностей кузова, из-за его аэродинамики, ты чувствуешь, что воздух, как будто он тебя охватывает. Как будто ты разрезаешь воздух, ты стрела, ты ракета, ты космос, ты МЛО. Эта машина действительно, это как неопознанный ездящий объект. Опять же, чувствуем гибрид, как он работает. На приборной панели все прекрасно видно, в каком он режиме, либо ассистинг, либо чарджинг. Ассистинг, это, соответственно, помощь, поддержка, помощь основному мотору в пути. Чарджинг – это зарядка. Зарядка здесь работает, когда мы тормозим, либо действуем на холостом ходу. Единственный минус, что я заметил, когда мы уезжали на трассу, немного пинается вариатор на низких оборотах, но для инсайтов этого поколения это нормальная история, просто нужно калибровкой владельца заняться, хозяюшки наши. И, в принципе, больше недочетов каких-либо поездей нет. Итак, друзья, напоследок давайте поговорим о самом главном. За сколько сейчас можно привезти подобного красавца? Цены на инсайты сейчас стартуют от 620 тысяч за нормальный пробег, за нормальную оценку. Конкретно этот экземпляр мы купили нашей клиентке с пробегом 76 тысяч километров и под стоимость 638 тысяч рублей он встал полностью под ключ в Владивостоке. Поэтому, если вы хотите отличный вариант приобретения инсайта с пробегом до сотни, с оценкой 3,5-4 балла, то бюджет должен быть 630-650 тысяч, и мы вам привезем лучший вариант из тех, которые мы можем найти. На этом у нас все. С вами была команда Caravan Car. Я ее ведущий Кирилл. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмякайте колокольчики. Вот это вот все. Ну, вы и сами знаете, что делать. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok